Доброе утро всем! Доброе утро, мои зрители, мои подписчики! Доброе утро! С вами Беларусь Гомель. У нас сегодня пасмурно, на улицах Лужи. Я иду по улице Новополесской. Зашла на почту, получила бандерольку. Дома вам всё расскажу, всё покажу. А сейчас надо куда-то направиться мне, в дальнем направлении. Хотелось бы поехать в светофор. Там продаются большие пачки чая по 100 пакетиков. Нам надо домой к мамке. И мы пьём, и мамка пьёт, поэтому надо как-то посетить светофор. Но как мне туда не хочется идти, так чёртю на куличке ехать, вернее. Всё, мои хорошие, давайте, пока-пока! Вот такие вот здесь лужи по этой улице. Ты тут будешь идти и смотреть, что вот с этой ямочки на тебя не брызнула вода. Улица Новополесская. Вот это красивая нефтеорганизация. Гомельнефть. Или Беларусьнефть. Беларусьнефть, наверное, правильно. Вот такая у нас мерзопаточная погода. Я иду у куртки, даже расстёгнутой, но тепло. Тепло. Сейчас градусов 15-16 на улице. Ветер тёплый. Только что солнышко скрылось. Так что как-то вот так. Иду, рука дрожит. Всё, давайте, пока! Девчонки, это уже я пришла домой. Пришла домой от почты. Я дошла до Нермага пешочком, села на троллейбус и поехала в светофор. Вообще-то я в светофор хотела купить памперсов и маме большую пачку чая. Там, где 100 пакетиков. Приехала в свой светофор. Там вообще ничего нет. Наставили одной пластмассой, одних пластмассовых бочонков, контейнеров, тазиков. Тазики там хорошие, с красивого цветного пластмасса. Ничего нет. Чая в больших пакетах нет. В больших, которых по 100 пакетиков, в больших пачках нет. И поэтому ничего там нет. Купила упаковку кукурузных палочек, купила упаковку салфеток, упаковку малого чая. Хотя можно было малый чай взять в обычном магазине. Там, где 25 пакетиков. И приехала я домой. Пока я была в городе, на меня брушился два раза ливень. Вышла с почты, было нормально. Еду в троллейбусе. Вышла с троллейбуса на светофор. Ливень. Шла под ливнем. А там прилично идти. Там от остановки до нашего светофора, который на Шилово расположен. Там идти где-то примерно с километр. И этот километр все время лил ливень. У меня плечи у куртки мокрые и юбка мокрая. Пока я походила по светофору, вышло, уже солнце светит. Жарко. Уже идешь расстегнутый. Села на троллейбус. Еду домой. Вышла ливень. Сейчас вот под ливнем. То есть 15 минут ливень, 15 минут солнца. 15 минут ливень. Именно не дождь, а ливень. 15 минут солнца. Вот. И поэтому вот так вот я еле дошла домой. И мокрая, и влажная, и потная. И, короче, а вы что? Девочки, ходила на почту. Мне моя Наталья выслала посылочку. Вот такая вот посылочка. Замотала. Я знаю, что здесь находится. Сейчас мы с вами... Ой. Сейчас мы с вами ее разорвем. И посмотрим, что там. Там, девочки, приправы. Там приправы от моей Натальи. Она ж нахапается на 21 веке всего. А потом ей не надо. Потом она маме пересылает. Ой, а запах... Вам не передать, какой запах. И хмели-сухнели. И все, что хочешь тут. Так, тут пусто. Ничего не выпадает. Долларов нет. Валюты нет. Евриков нет. Так, поехали дальше. На 100 узлов завязано. А запах, девочки, ну приправа есть приправа. Конечно, запах огромный. Запах большой. Так, что здесь? Это ж надо теперь все варить, готовить, чтобы сыпать приправу. Морли дерет. Так, вот это вот что-то ее собственного производства. Это ее укропчик сушеный. Это очень хорошо. У нас в пакетике, вот в обычном пакетике, сушеный укроп или сушеная петрушка стоит 2 рубля с копейками. Все это очень дорогое удовольствие. И поэтому еще в одном пакете из-под юбки юбка видно. Юбка улицу метет. Укропчик, девочки, укропчик. Вот он, сушеный укропчик. Это хорошо. Спасибо, Наталья Владимировна, за сушеный укропчик. А запах? Ой-ой-ой-ой-ой. Это ж надо такой запах. Ну, что вы хотите? Все домашнее, без винтов, без всего. Так, теперь вот эта приправа идет. Авокадо для морепродуктов. Ну, это для рыбы, для морепродуктов. Потом приправа для спагетти и макарон. Для спагетти и макарон. Так, приправа. Потом приправа тоже для спагетти и макарон. И это майоран. Девочки, я такого не знаю, что такое майоран. Майоран. А что это? Тут так написано на темном, что надо очки одевать. Девочки, что такое майоран? Майоран. Я тут не вижу ничего, что написано. Ой, тут долго читать. Майоран. И вот такая вот приправочка тут написана. Для супов. Мне уже слюнки текнут. Хмели-сухнели. Смесь перцев. Пастернак. Кориандр. Чеснок. Куркума. Морковь. И лук. Нифига себе. Я таким никогда не пользуюсь. Сейчас посмотрим, что здесь. Чей-то почерк не знаю. Наверное, ее почерк. Так, это что? Перец сладкий, красный. Сушеный. Мне уже слюнки текут. О запахе, девочки. О запахе. Вот это что такое? Вот это у нас универсальное. Лук, кориандр, базилик, соль, морковь, чеснок, петрушка, укроп. И майоран. Что такое майоран? Вот такая вот приправка. Вот. Потом вот это что у нас за приправка? Перец черный молотый. О! Я сейчас буду котлеты жарить. Как раз. Перец черный молотый. И вот это вот приправка. Для супов. Хмели-сухнели. Смесь перцев. Пастернак. Кориандр. Чеснок. Куркума. Морковь. Лук. Соль. Вот. Это Наталья моя заказывает, кажется, на 21 веке. И подсыпала мне всего понемножечку. Спасибо, моя родная Натулечка. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Ой, я такой никогда не пользовалась. Перцем сушеным. Вот этим вот сушеный. Перец сладкий, красный, сушеный. Вот. Это ж прелесть в супчики добавлять. Короче, вот такая маленькая посылочка мне пришла от моей Натальи Владимировне. Спасибо, Наташенька. Спасибо, родная. Так, теперь что хочу вам рассказать, потом быстренько переодеться. Сейчас у нас без десяти два. Это видео выйдет ночью. Ну что, девочки, сегодня же пятница, развратница. Сегодня вышла газета. Лежу я утром, сплю, потому что вчера под снотворным легла, потому что у меня вчера мой маман так вымотала. Я и перенервничала. Вчера у нее давление в семь часов. Нет, подождите. Да, где-то с шести до семи было в нее, померила. У нее уже сто шестьдесят шесть. Там на семьдесят сто шестьдесят шесть. Верхняя. Думаю, ну раз сто шестьдесят шесть. Округляем сто семьдесят. Дала ей двоечку Максонидина. Дала ей маленькую четвертиночку. Вот пятьдесятка как от апрела разламывается пополам. Потом половинка еще пополам. Двадцать пяточку под язык. Ну и спокойно хожу себе по квартире. Ей наушники дала с семи до восьми передача. Поздравляют бабушек, дедушек. С днем рождения она любит. И она лежит, слушает эту передачу. Между передачами там перерыв, какие-то новости. Она мне выкрикивает. С первого октября сказали, будет то-то. Вот что-то она мне сказала, будет с первого октября, не знаю. Потом она говорит, плюс двенадцати будут дожди. То есть она выкрикивает. А я спокойно себе хожу, занимаюсь своим делом. Думаю, с бабой же все нормально. И тут сварила я ей картошечки, подтолкла куриную лапку ей, разобрала мяско от голени. Думаю, сейчас пойду покормлю ее. И здесь слышу она мне... Ну, а, а перед этим я в нее уже радио забрала. Уже закончилось по заявкам. Я забрала. И слышу, что она кричит. Света! Я говорю, что ты хочешь? Сейчас подойду к тебе. И я на нее посмотрела. Она лежит, перевернутая лицом к столу, к комнате. И держится рукой вот так вот за ручку. Если она держится рукой за ручку, значит у нее приступ. У нее сильное головокружение. И она будет кричать, я сейчас упаду. Ручка обычно, кто не знает, у нас прибита к столу. Прибита. Чтобы она вот так убрала и подтягивалась. Я к ней подхожу. У нее глаза закрыты. Она такая красноватая. Она говорит, я упаду сейчас. Мне все кружится. Отведи меня домой. Это не моя постель. Ну, как обычно. Это уже припадок. Как обычно. Я ей сразу давление. Тыц! А у нее 205 на 90. Хотя она высосала максонидин двоечку. Плюс четвертиночку каптаприла. И в нее выше и выше пошло подниматься давление. Но мы уже знаем, что давление поднимается от дуриков. Потому что она то стену разглядывает, то так вот голову закатывает. Ей все кажется, ей все видится. И в нее 205 на 90. Елки-палки, что мне делать? Только отсосала на максонидин этот. Я опять беру четверку максонидин. А, я ей думаю, так, раз у нее дурики идут, я ей дала таблеточки хлорпротистена этого хлорпротистена. Целую таблетку ей дала. Думаю, пусть немножко успокоится и наступит на нее сонное состояние. Хлорпротистена ей дала. Потом, 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 потом ей дала опять максонидин четверку и половиночку каптаприла. Уже половинку каптаприла под язык. Поговорила с сестрой. Она на меня, как всегда, наорала. Каптаприл надо давать вовнутрь, а максонидин надо рассасывать, если то и другое будет инсульт. Хотя мне скорая помощь спасала так. И каптаприл, и максонидин под язык давала. Вот. И получила я и больших, и маленьких от сестры, что я не так ей дала. Одну надо дать сосать, а вторую, да, надо дать проглотить. Ладно, лежит моя баба. С мокрым полотенцем на лбу лежит. Все. Давление меряю каждые пять минут. Не сбивается. Ну, сразу же от максонидина не собьется. То показывает 205, то 207 верхняя. Я уже на нижняя не смотрю. И на сердцебиение не смотрю. Уже я смотрю на верхняя. Показывала, но показывала 205, 207. Я сама себе на час и посмотрела, и думаю, если до половины десятого будет 205 и 207 верхняя, вызываю скорую. Тут меряю, смотрю, уже 190. Думаю, ну, пошло на спад. Еще меряю 170. Ну, думаю, все. А еду-то я ей приготовила. Я говорю, давай будем кушать. Как бы ей плохо не было. Она открывала рот на картошку. Мясо я ей уже не давала. Я ей давала пюре, полную ложку. И полную ложку столовую заливала кефиром детским. И она поела. Правда, картошки много она не ела. Она съела картошки с кефиром. Выпила весь кефир этот детский. Пачечка 250 грамм с картошкой. И все. Ну, и лежит моя баба. Бледнеет, бледнеет, бледнеет. И, короче говоря, все нормально. От хлора у нее сонное состояние. От хлорпротестена этого хлорно-сонное состояние. И, короче, вот так вот она немножко отошла, отошла, отошла. И мне уходить домой у нее уже 120 на 80 было давление. Короче, нормально. Короче, вот так я вчера с ней намучилась. Да, так мы отклонились от темы. И, короче говоря, сегодня я сплю. Спала со снотворным. Спала я до 10 утра. В 10 часов поднимаюсь. Звонок мне. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Вы вот писали объявление о знакомстве. Я говорю, да. Вы писали, что вам нужен из Гомеля. Я говорю, да. А сама она только с постели поднялась. Не до звонков мне. Сижу еще на кровати. Он говорит, я из Гомеля. Я говорю, очень приятно. Он говорит, меня зовут Юра. Я говорю, очень приятно. Вы написали, что вам нужно для дружбы общение. Я говорю, да. Он говорит, а я еще женщину для секса. Мне нужен секс. Я моложе вас. Я говорю, ну и насколько же вы моложе меня. Он говорит, ну вам 63, а мне 58. Я давно живу один. Мне нужна женщина для секса. Я говорю, а почему вы ищете для секса старше себя? Он говорит, я люблю доставлять женщине удовольствие. Я говорю, вы знаете что? Вы извините. Мы с вами не подходим. Он говорит, до свидания. Я говорю, до свидания. Вот такой первый звонок. Вот и познакомься с таким человеком. Ему нужно будет, чтобы ты перед ним 24 часа в день находилась голая, без всякой красивой кофточки и без всяких красивых сапожек. На хрен ему твоя кофточка? На хрен ему твои сапожки? Ему надо женщина в натуральном виде. Ему нужен секс. 58 лет на 63 года позарился. Это вообще, это я считаю, люди с ненормальным психическим отклонением. Если тебе нужен секс, ищи себе молоденькую женщинку, девушку, ищи женщинку. Неужели так интересно со старой бабой заниматься сексом? Я не знаю. И вот такие люди всегда не с сексуальным изъяном. Им во время занятий сексом, им не интересует обычный дедовский способ. Им нужен какой-то изъян. Так что вот так, девочки. Это был первый звонок. Второй звонок был у меня, когда я ехала уже в светофор в подземном переходе. А там же шумно в подземном переходе. И я только слышу, он говорит, я сожлобина. У меня свой транспорт. Я, говорит, по делам мне надо вречиться. А с Речицей я хотел бы заехать к вам, посмотреть на вас. Я говорю, я не картина, чтобы на меня смотреть. Я говорю, извините, мы с вами друг к другу не подходим. Третий звонок был в светофоре. Поднимаю трубочку. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Вы пишете из Гомеля? Я говорю, да. А Речица вам не подходит? Я говорю, нет, Речица мне не подходит. Все, девочки, вот такие три звонка за сегодня было. Все, девочки, на этом я пока ставлю на паузу, потому что мне надо пожарить котлет. Мне надо маме отнести котлетки, две хотя бы. Я хочу покушать сама вкусно, с котлеткой что-то. Как я буду жарить котлеты, я вам включусь. И, во-первых, мне надо переодеться. Мне надо снять парад на выходной и одеть домашний. И вот такие, девочки, записывайтесь, записывайтесь. Пироги у меня получились. Со знакомством. Я же сказала, сейчас будут звонить одни сексуально озабоченные. Одни дяды из других городов. Ну, я не понимаю, но неужели написано только из Гомеля? С других городов, из сельской местности не беспокоить. Зачем звонить? Я вот читаю, когда объявление, и написано с такой-то, с такой-то области. Человек хочет там с Брестка, с Витебска. Я не звоню, потому что я не подхожу под это описание. А люди все равно набирают с какой-то надеждой номер. Начинают себе доколупывать. А почему ты не хочешь речиться? Почему ты не хочешь жлобин? Ну, вот приедет он ко мне сожлобина, да? Ну, допустим, у него машина. А если у него нет машины, да? И что? Мне надо его привезти домой, да? Это же не лето, что у парки на скамеечке посидел. Посидеть, поговорить. Дальше что? Если мы друг другу не понравимся. Ну, даже если и не домой. Сейчас вы начнете писать, зачем с первого раза домой. Даже если и не домой. Что? Как человеку уехать обратно? Если у него поезд будет через 2-3 часа, а то и через 5. А то и если он вообще будет. А если не будет поезда, куда деться этому человеку? Вот поэтому с других городов это все очень так неудобно. Это все очень неудобно. Сейчас начнете говорить, зачем с первого раза домой. Девочки, я не боюсь мужчину с первого раза приводить домой. Ну, не боюсь я. Ну, нечего у меня воровать. У меня ничего нету, девочки. Ну, ничего у меня нету. У меня в запасе нету ни копейки. Что мне волноваться? Золота у меня тоже нету. Я когда мужчину привожу домой, я шуткой говорю сразу. Вот так, долларов у меня нет, золота, бриллианта у меня нет. Вот так я всегда и говорю. У меня нечего вырывать, девочки. У меня нет ничего ценного совершенно. Два вон поломанных дивана. Один диван поломанный, а другой диван надо спинки перетянуть. Вроде и новые, а не перетянутые, потресканные спинки. И поэтому я не боюсь привезти домой человека. Вот самой к человеку я боюсь идти. Потому что это его квартира, он может с тобой сделать там все, что хочешь. Все, что хочешь, он может сделать там, в своей квартире с тобой. А у себя дома я не боюсь. Тем более я когда привожу мужчину, я дверь не закрываю. С молодости. Так, котлеты я мешаю руками, кто бы мне там что не писал. Так, что здесь? Булка, фарш, лук, яйцо. Не облизывайте пакет. Он везде валяется. А я облизала пакет с майонезом. Он везде валяется. А если пакет, девочки, в магазине везде валяется. Вы же его приносите. Вы его берете и кладете в свой чистый пакет. Потом со своего чистого пакета вы его сразу бросаете на полку в холодильник. Ну и отдаю сто процентов, что вы не моете пакет и не протираете его мокрой салфеткой. А сразу принесли все молоко в бутылке, в пачке и сразу все кладете в холодильник. Так, что положите ли вы пакет в холодильник, который везде валяется в магазине, или вы оближете его, или я оближу его, разницы нету, девочки. Ой, фарш холодный, рука замерзла. Девчоночки, мальчишечки, мои роднюлечки, вот котлетки. Еще пар с них идет, они только попырхали у водички. И себе я варю мой любимый рис. Гарнир рис будет с котлетами. Маме отнесу котлетки две. Сегодня она будет есть картошечку с котлетами. Только что сестре позвонила, у мамки сейчас давление 90 на 70. В общем, хорошее пока 90. Ну, это же лежачий человек. Ну, а у меня вечером будет 180, как всегда. Мне теперь надо, девочки, изменить время ее кормления. Мне теперь надо кормить ее не 8 часов вечера, а в 7. Что бы она ни говорила. Она просто до этой передачи по заявкам, она есть не хочет. Она говорит, вот я послушаю передачу потом. Я ей подчиняюсь. А теперь все, фигушки. Сегодня я ее в 7 часов покормлю, потому что у нее туда попозже начинаются припадки. И, наверное, половинку хлора, вот этого хлор-протистен, буду давать, наверное, в 6 часов вечера, чтобы у нее не было этих дуриков. Это вчера у нее давление было, а позавчера ее вообще колотило. Она есть отказывалась. Я ей ложку в рот, она вынула и мне отдает. Я не буду есть, это чужая еда, это чужая кухня, она сказала. Я взяла Лену, набрала номер телефона. Лена с ней трохи переговорила. Тогда она говорит, ну, давай мне то, что я выплюнула. Ой, кошмар. Так, девочки, короче, все, пока рассказывать нечего. Пока мне надо помыть посуду, хотя бы на кухне сделать шмон. Потому что дома беспорядок. Это выйдет ночью ролик, когда я уже приду от матери. Про звоночки есть еще будут, вам расскажу. Так что я с вами не прощаюсь. Добрый вечер, добрый вечер, мои зрители, мои подписчики. Мой маман кушает виноградик и слушает радио Рокси. Виноградик, кушай, кушай. Такие сегодня палочки Лена купила, такие палочки я купила. Витьба батончик купила. Вот мой маман личико проходит. Продолжение следует... Продолжение следует...